Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Инесс Потапова. Главная новость со стороны и Чуваши в репортажах корреспондентов национального телевидения. Сегодня в выпуске. Хор из тысячи голосов. Как в Чуваши отметили День Соловянской письменности и культуры. Эргономичные павильоны для стельхозпродукции. В Новочебоксарске возводят современный фермерский мини-рынок. Эмоции и тревоги. Что может помочь справиться со стрессом перед единым государственным экзаменом? Сегодня День Соловянской письменности и культуры. Отмечать его начали в середине XIX века. С 1986 года в Советском Союзе стали проводиться региональные торжества. Первым был праздник письменности в Мурманске. В современной России статус государственного праздника приобрел в 1991 году. День славянской письменности и культуры еще и церковный праздник. Православные христиане ждут святых Кирилла и Мефодия. У праздника есть и свои традиции. В этот день сводные хоры по всей стране исполнят гимны, хоровые песни и церковные псалмы. На лестнице Чувашского драматического театра 1012 человек. Именно такой сводный хор собрали сегодня. Управляют всеми главный дирижер, народный артист России и Чувашии Марис Еклашкин. Собрались очень много детей из разных регионов нашей республики. Селы и города представлены. Где-то, наверное, в этом году это будет, наверное, тысячный хор. Но мы, Чувашская республика, очень певучая республика. Вот. Дети любят петь. И очень отрадно то, что дети с малого возраста именно привлекаются к такому хоровому исполнительству. Нынешний год юбилейный считается, что азбука появилась в 863 году и в 2023 ей исполняется 1060 лет. Не случайно 23 год в СНГ назван годом русского языка, как языка межнационального общения. О значении русского языка говорил глава Чувашии. Олег Николаев напомнил, в этом году республика отмечает 175-летие Ивана Яковлева, создавшего чувашский алфавит на основе русского. А значит, сложно переоценить то, что создали более тысячи лет назад два брата проповедника Кирилл и Мефодий. Мы сегодня вспоминаем имена Кирилла и Мефодия, которые своим трудом, своим делом, С одной стороны, нам дали возможность говорить, понимать, а самое главное – излагать мысли на бумаге в виде слова. Ну и тем самым сохранять эти мысли для будущих поколений, а самое главное – создавать произведения различного назначения. Так будем помнить наше прошлое, будем знать, кто мы есть и будем уверенно шагать вперед. С праздником, дорогие друзья! Сводный хор, кроме государственных гимнов, исполнил и гимн, посвященный братьям Кириллу и Мефодию. В программе концерта также были песни «Жаварнок» Филиппа Лукина и «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского. Татьяна Молкова, Николай Скворцов, Республика. В День славянской письменности и культуры в Национальной библиотеке Чуваши состоялось торжественное открытие документально-художественной выставки «Долгий свет просвещения». Она посвящена 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева. Символично, что в этот день вице-спикеру Госсовета Чуваши, члену фракции «Единая Россия» Виктору Горбунову вручили сертификат, чтобы поддержать детей Донбасса. Сотрудники Национальной библиотеки собрали 40 тысяч рублей и купили 250 экземпляров книг для детей из Донбасса. В поручении председателя Государственного совета Чувашской республики Леонид Ильича Черкесова мы с главой города Чебоксара Евгением Николаевичем Кадышевым выезжали в рамках соглашения, подписанного между правительством Чувашской республики и правительством Донецкой народной республики города Торес. Конечно же мы встречались и в объектах социального назначения, мы обсуждали многие вопросы, и один из насущных вопросов, который касался, что нам нужно, скажем, на территории Донецкой республики и других республик, которые в соответствии с референдумом вошли сегодня в состав Российской Федерации, обеспечить и насытить в первую очередь молодежь книгами нашей русской классики Пушкина, Достоевского, Есенина и многих других, на которых воспитывалось наше поколение. В самое ближайшее время мы планируем снова выехать на те территории, и, значит, один из элементов, кроме гуманитарной помощи, мы, наверное, возьмем книги. Педагогическая, просветительская и миссионерская деятельность Ивана Яковлева раскрыта в завещании чувашскому народу. На выставке представили многочисленные варианты чувашских букварей, подготовленные и изданные Иваном Яковлевым с 1872 по 1919 годы. Копии рукописей завещаний на чувашском и русском языках из Фонда Российской государственной библиотеки. Мы впервые на этой выставке для широкой общественности показываем рукописи Духовного завещания чувашскому народу. Благодаря сыну Алексею удалось сохранить рукописи. Есть машинописная рукопись, есть рукописи на русском языке. Три редакции Духовного завещания чувашскому народу. Они сохранились благодаря Российской государственной библиотеке. Ранее она называлась библиотекой имени Ленина. Они сохранились. И мы сейчас сделали копии вместе с коллегами, электронные копии. Они их нам прислали. И впервые их здесь демонстрируем. Концепция выставки выстроена вокруг завещания чувашскому народу. В этом кодексе жизни, богатейшем источнике духовной культуры, сформулированы актуальные в наши дни идеи. Сближение и объединение чувашей с русским народом для обеспечения единства и целостности страны, формирование межнационального согласия, дружбы народов, воспитание и любви к родному краю и отечеству. Надежда Морозова, Юлия Адюкова, Борис Андреев, Республика. В стране началась пора государственной итоговой аттестации. Сегодня школьники написали первую в этом году ОГЭ. Девятиклассники сдавали историю, физику и биологию. А уже в эту пятницу литературу, химию и географию будут сдавать 11-классники в рамках ЕГЭ. Количество участников итоговой аттестации в республике в этом году выросло. ОГЭ напишут почти 14 тысяч учеников, что на полторы тысячи больше, чем в прошлом. Девятиклассникам предстоит успешно сдать четыре предмета. Обязательные русские математика, а также два по выбору. Наиболее популярные в текущем году среди выпускников девятых классов такие предметы, как информатика, планируют сдавать 55% участников, это порядка 7,5 тысяч человек. Общество знания 47%, это порядка 6,5 тысяч человек. И география 46%, также порядка более 6 тысяч человек. 11-классники же большее предпочтение отдали обществознанию, информатике и физике. Для проведения ГИА в Чувашии закуплено все необходимое оборудование. Организовано онлайн-наблюдение. На каждом пункте проведения экзамена будут дежурить медработники. В этом году передача бланков для проверки будет осуществлена на месте, через интернет. Ответы ребят будут сканировать сразу в аудитории, для чего Республика закупила около 700 сканеров, и теперь они есть в каждом пункте проведения экзаменов. Что если я завалю экзамен? Что делать, если не наберу баллы для поступления? Такие мысли посещают многих выпускников. ЕГЭ и ОГЭ для большинства школьников волнение и огромный стресс. Как ребятам справиться со своими эмоциями и тревогами, а родителям правильно поддержать ребенка в непростой период? На эти темы с психологом пообщалась Анна Центовская. От наших внутренних установок зависит наше будущее. Поэтому перед ЕГЭ или ОГЭ всегда лучше выкинуть все тревожные мысли из головы. Плохие баллы на ГИА или его несдача – не конец света. Экзамен можно пересдать, а вот здоровье и нервные клетки уже не вернуть. Очень часто катастрофические мысли разрушают перспективу дальнейших действий. Поверьте, что на сегодняшний день существуют дни пересдачи экзаменов. И жизнь не определяется баллами и оценками. Нужно думать о своем благополучии и о том, что жизнь всегда дает второй и третий шанс для того, чтобы пересдать эти экзамены. Думайте о хорошем, а готовьтесь к лучшему. В день перед экзаменом не стоит погружаться в учебники и забивать голову информацией. Лучше отдохнуть, чтобы на следующий день выйти из дома полным сил. Спорт, прогулки, творчество – одни из самых действенных способов справиться с предэкзаменационным стрессом. Как я справляюсь со стрессом? Есть некое волнение, что ты, возможно, не сдашь экзамен, ОГЭ тебе придется пересдавать или еще там, не дай бог, на второй год. С этим мне помогают прогулки, все же воздух, сказать самому себе, что нет, все будет хорошо, все будет нормально, все сдавали, и мы сдадим. Мама говорит, что да, ты сдашь, все будет хорошо, не парься, все будет замечательно. И хотя старшеклассники кажутся взрослыми, в такую пору им как никогда нужна поддержка близких. В первую очередь родители сами не должны нервничать, ведь тревога передается и ребенку. Нельзя давить на школьника или запугивать его. Очень важно подбадривать и повышать его уверенность в себе, создать дома комфортные условия и позаботиться о правильном питании. Экзамен – это не бег на короткие дистанции. Экзамен – это те знания, которые ребенок получил в последние годы своей учебы. И поверьте, тех знаний, которые он получил, их будет достаточно для сдачи. Если ваш ребенок тревожится, если ваш ребенок беспокоен, постарайтесь, пожалуйста, ему дать возможность выговориться. Переживать – это нормально, поэтому бояться, что тебя не поймут или не поддержат, не стоит. Если собственных ресурсов родителей и ребенка недостаточно, чтобы справиться со стрессом, всегда можно обратиться за психологической помощью в психотерапевтический центр на Пирогово-6. В Чувашии запустят туристический портал. Он будет содержать информацию о туристических объектах, маршрутах и программах поездок. Об этом сообщили сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. Портал поможет развить индустрию гостеприимства в регионе. В планах сформировать новые проекты, увеличить выездной поток туристов и продвигать местную продукцию. Также на заседании отметили финансирование госпрограммы развития туризма и индустрии гостеприимства. В 2023-2025 годы в Чувашии увеличится на 93 миллиона рублей. В регионе продолжает развиваться и детский туризм. В рамках федерального проекта увлекательные поездки будут организованы для 5000 учеников 5-9 классов республики. На это предусмотрено 35 миллионов рублей. Кроме того, в рамках года «Счастливого детства» реализуется региональный проект для учащихся 3-4-10-11 классов. На это мероприятие предусмотрено 7 миллионов рублей. Услугами могут воспользоваться 3000 школьников. Реализация мероприятий госпрограммы позволит увеличить турпоток в два раза. Новочебоксарск продолжает готовиться ко дню республики. В этом году город Химиков стал второй главной праздничной площадкой. В июне здесь планируют открыть современный фермерский рынок. Какие условия создадут для продавцов и покупателей, увидели мои коллеги. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В новом сельхозрынке научбоксарские фермеры нуждаются давно. Старые ларьки, говорят, горожане были неудобными, а урожаем приходится торговать где попало. Овощи, молоко и даже лекарственные травы из огорода выставляют на свои же столы, картонные коробки и деревянные ящики. Зимой условия для продажи далеко не идеальные. Ольга Александрова приезжает сюда только поздней весной и летом. Постройки комплекса ждем. Будем надеяться, что нам там будет удобно. Всем. Места всем будет хватать. И народу, чтобы было удобно, который будут приходить покупать. Продавцы надеются, что и для них создадут элементарные бытовые условия для работы. Станислав Агеев здесь, на улице Винокурово, Аксакал. Продает перцы, баклажаны, тыкву, огурцы. Каждый год собирает богатый урожай. Я уже занимаюсь этим 40 лет. Это неудобство. Ну, вальники можно поставить, руки мамы. Всем. Не только для нас, и для покупателей еще. Желательно все надо. Я тоже сижу целыми днями. Хочется продавать. Не хочется же увезти обратно. Ну ладно, у меня машины есть. На своем горбу. Вот так, например. Ну, хочется продавать, нас привезли. А завтра ее опять придут. У горожан это излюбленное место для покупок. Спрос на сельхозпродукцию большой. Картошку покупаем. Грибы соленые покупаем. Ну, все. Цветы. Я вот покупаю в горшках. Тут часто герами, там, фиалки для себя. Тут из ближних деревень все привозят. Даже можно заказать, вот там, например, картошку, то они ведрами продают. А если побольше надо картошки, там, килограмм пятьдесят или что, мужчин прямо подвозят на машине. Все изменится и станет лучше, чем сейчас, отметил вице-премьер Сергей Артамонов. Министр сельского хозяйства республики приехал пообщаться с фермерами и проинспектировать строительство мини-рынка. Если вы поддержите, мы сегодня посмотрим и постараемся до дня республики уже что-то построить. Если вы говорите, не надо, не будем больше делать. Нет, для бабушек это очень хорошо. Работы уже начались. Строители укладывают плитку. На подготовленную площадку установят новые эргономичные павильоны, скамейки, урны. Такой же мини-рынок сейчас работает в Чебоксарах на улице Эльгера. По этому же примеру теперь создаем такую же площадку ко дню города в городе Новочебоксарске. До дня республики мы однозначно ее, я думаю, запустим. Также до конца этого года планируется построить первый агромаркет в столице региона. Дмитрий Ковалев, Петр Ильин и Николай Скворцов. Республика. Дороги для пешеходов. В Чебоксарах обновят тротуары. О планах работы по пешеходным дорогам ремонтный сезон рассказал директор управления ЖКХ и благоустройства Павел Чернышов. 14,5 километров обновленных тротуаров получат горожане. В рамках муниципальной программы развития транспортной системы города Чебоксары на это выделено 15 миллионов рублей. В планах ремонт пешеходных дорог по улицам Молодежная, Патрисово-Умумба, Энгельса, Шумилова, Матезалки, 139-й стрелковой дивизии, а также по улице Биржевая в поселке Сосновка. Аукцион на определение подрядчика должен состояться на этой неделе. Заключить контракт служба заказчика планирует к 10 июня 2023 года. Болел туберкулезом и продавал веники. Судебные приставы принудительно направили на лечение 52-летнего Чебоксарца. Больной с открытой формой туберкулеза не соблюдал предписания врачей-эфтезиатров, не проходил диспансеризацию в специализированном медицинском учреждении. Судебным приставом Чебоксарец рассказал, что у него пропала мотивация лечиться. Такие люди представляют угрозу окружающим, тем более при тесном контакте. Мужчина работал в людном месте у столичного рынка, продавал веники. Прямо с места несанкционированной торговли его госпитализировали в республиканский диспансер, где теперь он пройдет полный курс лечения и проведет там как минимум 6 месяцев. На основании судебного решения в интересах неопределенного круга лиц судебный пристав возбудил исполнительное производство и направил уведомление гражданину. Суды выносят решение о принудительной госпитализации не только граждан с открытой формой туберкулеза, но и тех людей, что потенциально представляют угрожу окружающим и уклоняются от лечения опасной болезни. Недобросовестное поведение таких граждан нарушает санитарный эпидемиологический режим. Из-за отсутствия надлежащего медицинского сопровождения и лечения может произойти трансформация заболевания в открытую форму, что повлечет заражение окружающих. Навыкам самообороны теперь будут обучать в каждом образовательном учреждении. Всероссийские проекты за самбо и самбо в школу в Чувашии планируют реализовать в каждом муниципальном округе. О пользе обучения навыкам русского боевого искусства детей говорили на семинаре, который прошел в Чебоксарской школе номер 65. Ученики этого образовательного учреждения уже не первый год серьезно занимаются самбо. Меня мама записала как-то на самбо. Мне понравилось. И я так увлекся, что я уже 6 лет полных занимаюсь. Мой самый любимый спорт. 65-е и 2-е Чебоксарские школы стали первыми в республике по реализации федеральных проектов за самбо и самбо в школу. Ребята уже занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. 65-я школа – это большая школа, имеет большие спортивные площади, хорошие стационарные ковры, естественно, и больше спортивных классов. Вторая школа – это стандартная школа, которая была построена еще в советские времена. Но при этом у нее тоже есть свой спортивный класс, где дети с удовольствием занимаются спортом. Проект самбо мы будем дальше транслировать по всей республике, реализовать. Он должен быть реализован в каждом муниципальном уровне, потому что дети всех муниципалитетов должны иметь возможность заниматься нашим отечественным видом спорта – самбо. Большой спортзал площадью 1500 квадратных метров. Здесь есть где развернуться даже профессиональным спортсменам. Зал самбо площадью 275 квадратных метров, который оборудован по всем стандартам борцовского зала. Проект самбо-школы мы начали реализовать, я как сказала, уже в 2020 году. Сначала было открыто в первый год два спортивных класса. Это первый и четвертый класс. В текущем году, вот вы видите на таблице, сегодня у нас пять спортивных классов, вообще их 13, но пять спортивных классов, где занимаются дети самбо. Самбо – уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире. Самбо – это наука обороны, а не нападения. Воспитывает в детях мужественность, стойкость и выносливость. Полезен этот вид спорта тем, что укрепляет дух, характер, стойкость. Это наш национальный вид спорта, создан в России. Мы гордимся этим видом спорта. Заниматься можно детям с 7 лет. Группа называется спортивно-оздоровительная группа. Дальше они переходят на начальный этап подготовки и постепенно-постепенно переходят в другие группы. Девочки тоже занимаются у нас. Да, девочки показывают прекрасные результаты. 26 мая в этнокомплексе «Амазония» пройдет крупнейший бизнес-событие в республике – День российского предпринимательства. Дискуссионные площадки. Проблемы и задачи развития предпринимательства в республике. Бизнес молодежь и НКО. Женское предпринимательство. Главное событие для бизнес-сообщества – сессия с участием главы Чувашской республики Олега Николаева. Гибкие механизмы для быстрой адаптации в экономике. Также на мероприятии станут известны имена победителей конкурсов – предприниматель года, экспортер года, гастрофестивали национальных кухонь народов Поволжья. Также в программе Дня предпринимательства – фестиваль национальной кухни народов Поволжья и ярмарка самозанятых и мастеров народных художественных промыслов. Это были главные новости к этому часу. Завтра, 25 мая, в России отмечается очаровательный праздник – День нерпенка. Это детеныш нерпа единственного млекопитающего озера Байкал. Это удивительное животное очень хорошо плавает. Ее скорость под водой достигает 25 км в час. Ну а я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok